Итак, всем привет! Мы снова на ПТС, и сейчас по заказу одного из подписчиков, для меня был свой интерес именно, сделать лучника. То есть он хотел именно Найсблейдов, в данном случае, с двумя луками на панелях. Вот первое, с чего мы начнем. Я вот на ПТС потестил, разные варианты, у меня три билда есть, именно скиловых, с этой везде одинаковые. И, соответственно, с чего начнем. У нас Найсблейд, первое, что хочется взять, у него нету своего бафа, который увеличивает нам силу атаки. Соответственно, вот великая жестокость, скажем так, который бы удобно прожимался и так далее. Соответственно, мы, раз имеем два лука на панелях, мы привязаны к банкам, постоянному использованию банки. Если, как бы это не смущает, то окей. Лично меня это немножко напрягает, поэтому я такие темы не люблю. Ну ладно, смысл не в этом. Дальше, у нас есть лучник. У лука не так много скилов, которые наносят хороший дамаг. То есть какую-то там ротацию прописать, что тоже я не очень люблю. Тут довольно-таки тяжело. Соответственно, если мы будем постоянно бить каким-то сильным скиллом, в данном случае только один сильный скилл есть, а прицельный выстрел условно, и три дота, то есть сократительный огонь. Ну и в данном случае вот эти вешателят, немножко бьют. Мы, соответственно, будем хорошо тратить стамину и по ней просаживаться. Соответственно, необходимость банки и иметь какой-то сустейн по стамине. Либо второй вариант, в который я, в принципе, и пошел, это развитие именно лайт-атак. То есть увеличение урона с лайт-атаки. За счет сетов и прочего, прочего, прочего. И по итогу мне такой вариант больше понравился. Мы не привязаны к стамине, у нас ее довольно-таки много. Она у нас не кончается. То есть сюда можем отхилиться в любой момент, делать кувырки и прочее, прочее. Стабильнее себя чувствуем. Я сделал три билда. Первый он вот лук-лук, две панели. Соответственно, по одежде. У меня будет три билда, а везде одежда одинаковая. Одежду по итогу я выбрал такую. То есть мы используем монстр-сет Малакена. Так как две обычные атаки увеличивают, ну, сделанные подряд, дают нам преодоление. То есть увеличит нас силу оружия и заклинания на 560. Вот, но при этом удорожание способностей. Ну, так как мы их не так часто прожимаем, для нас это не критично. То есть я выбрал тяжелую голову и средний наплечник. У меня получилось так, что у меня шесть вещей средних и одна хэви. Можно, по сути, бюджет сделать легким. Сделано это для того, чтобы в пассивках средней брони иметь чуть-чуть большую вероятность крита. Вот, в данном случае. Чем больше средних вещей, тем больше крита. Окей. Сет номер два я выбрал, в данном случае, лазутчик неустрашимых. Он дает стамину-стамину, опять же, немножко крита и, соответственно, последний скил увеличивает силу наших обычных атак. А на 10 секунд, когда мы используем какое-то магическое, ну, тратим ману, скажем так. То есть этот сет нам нужен для увеличения силы light attack. Вот у меня 5 на теле, можно, соответственно, как угодно одевать. Вторым сетом я выбрал именно вооружение реликвина. Он, на самом деле, самый дамажный сейчас считается. У стаминчиков, неважно, там, мечами, парниками или, там, с луком, в данном случае. Очень крутая штука. Много протестил разных вариантов. Он наносит максимальный урон. Его я делал через бижутерию. В данном случае, всю на насыщенность. Можно поставить жажду крови. В принципе, это тоже особо не важно. Крутая штука. Плюс лук. У меня он на луке. Сет такой получился. Тестировал я сет исполина. Менял его на реликвин и прочее. Получается чуть хуже. Да, когда больше, но ДПС по итогу просаживается. Поэтому пробовал сержанта. Но сержант нас привязывает к тяжелым атакам. А тяжелые атаки, к сожалению, прожимаются дольше, чем лайт атаки. Наносит урона не так много. Соответственно, как бы от него я отказался, но тоже тестировал. В разных сборках как бы это все проверял и так далее. В комбинациях. Менял этот сет, менял реликвин и прочее. Но по итогу остановился на данной сборке. На второй панели у нас идет лук мастера. Который, соответственно, при прожатии отравленная стрела, увеличивает по данной цели урон на 330. Наша сила оружия. Он у меня на насыщенность. На увеличение, соответственно, силы оружия. Первый у меня, соответственно, остроту и ядовитый урон. Так как немножко давать наносит, еще лишь идет. Что по итогу? Так. Чемпионку я распределил следующим образом. Тоже по ним быстренько пробежимся. Здесь у нас ничего. Здесь так-так. Здесь так. Дальше, в принципе, защитная ветка. Я быстренько промотаю. На паузе еще что посмотрите. Так-так-так. В принципе, здесь немножко. Окей. В чемпионку забрались. По скилам. Ну, так как у нас все пассивки выучены и прочее-прочее. У нас идет основная панель. Опять же, это только шаблонный вариант. То есть, вариация менять под ваш комфорт. Как бы душа открыта, как вы делаете, как хотите. У нас есть очень сильный скилл, соответственно, наш арбалетный выстрел. Мы его, так как мы проживаем много в атаку, он для нас необходим. Плюс он увеличивает нам силу крита. Потом у нас идет, соответственно, пассивный скилл. Это из гильдии бойцов, если я не ошибаюсь. Да, вот он. Далее у нас идет ядовитые стрелы. Неплохой урон наносят. Плюс немножко вешают дот. Тень. Бегает, бьет. В принципе, неплохо. Ну, и заградительный огонь. Ульта стоит. Калечащий удар. К сожалению, нет никакой такой подходящей ульты для лучника, которая бы помогала нам дистанционно, скажем так, работали. В любом случае, придется подходить. В данном случае, эта ульта бьет неплохо. Плюс на 6 секунд увеличивает на 20 процентов входящий урон по цели. Хорошая вещь, в принципе, увеличивает ДПС. Плюс она очень дешево стоит, поэтому часто используем. Пробовал тестировать с даунбрейпер, так называемый, сенера света. Тоже неплохо вроде как бы, но результат получается хуже. Вот. Можно вместо призрака поставить серебряные осколки, хотя его дамаг меньше, чем наша лайт атака. Поэтому смысла, чтобы я в этом не увидел. Тестировал разные варианты. Но сейчас смысл общий расскажу. Далее, на второй панели у нас стоит смертельная метка. Крутая штука. Опускает физическую, магическую сопротивляемость цели. Вот. Также у нас стоит, на всякий случай, быстрый клич от хил. Но это поставил, так как балды, потому что особо уже нечего втыкать. На это можно что-то другое воткнуть. Магический морф. Объясню, почему позже на другой связке, не здесь. Далее у нас вот спрыск. Спрыскивание яда. Это как раз таки активация мастер лука. И, соответственно, гонг со временем. Это наш скилл, который нам необходим для увеличения крита на 10 процентов силы крита. И также, в том числе, активирует наш сет. Наш сет, который необходим, увеличит обычные атаки при расходе маны. Данный сет мы активируем. При помощи этого активировать, при помощи этого активировать. Ну и вот призерка можем вызывать. Соответственно, ульта здесь, по сути, абсолютно не важно. Поставил эту, но она ни разу не пользовался. Дорогая, толку от нее нет. Намного попрофит не использует этот. Так, здесь все по... Все в запас сил. У нас, получается, неплохие показатели по шансу крита. Здесь написано 54. По факту будет он где-то в районе 60. 5, если не ошибаюсь. В сравнении, почему-то у меня здесь не показано, сколько у меня сила критического урона. Ну, в принципе, ладно, неважно. Я думаю, он довольно-таки большой. У Найсблейда... Сейчас дойдем до этого. Физическое прибавление у нас 9600. Плюс мы вешаем метку на 6000. Плюс есть вероятность, что кто-то там будет в пати еще вешать, там, в районе 3000. Получается довольно-таки хороший. Приближенный к капу. Результат. Плюс-минус, как бы, такая сборка. Что мы имеем? Мы имеем, так... Камень, соответственно, дар тень на увеличение силы и критического урона, так как у нас довольно-таки хороший шанс крита. Плюс мы, Найтблейд, имеем пассивку на увеличение силы у крита. Плюс мы... Каджит. Он тоже имеет... Вот. Еще увеличение критического урона. То есть мы максимально ушли в силу критического урона. Плюс, соответственно, вот этот скилл также при пятиста, как еще 10%. То есть у нас там, я думаю, в районе 100, может быть, чуть больше процентов должно быть именно силы критического урона. Так, что еще и что еще забыл? Вроде ничего не забыл. Еда у нас идет обычная. Это... Здоровье плюс запас сил. Ой, ну да, максимальное количество банки поставил. В принципе, какие-то там выбрал. Запас сил дает. И, соответственно, реген стамины и великой жестокости. Окей, выбираем банки. Учитывая то, что это ПТС. Здесь пинг очень плохой. И, на самом деле, это очень чувствуется. Все только немножко заторможено. Показатель не самый лучший. То есть, по моим прикидкам, вот данная сборка при правильном поражатии, опять же, я не стаминчик. Мне все это привыкать. Я этим вчера не играл. Но если на нем поиграть и прочее привыкать, то на нем можно выдавать результат, я думаю, ближе к 37. Может быть, ближе к 40. Если пати там с кем-то, то N до 40 можно. То есть, какие-то все бафы на вас еще хотят. Ну, я имею в виду не датчик пати, а элементарность танка еще 3000 пробитий наложит на цель дополнительных. То около 40 можем выдавать. Вот в данной сборке. Здесь цифры я такие не покажу, потому что их не позволят. Плюс я не так хорошо знаю эту ротацию. Соответственно, у меня будет, скажем так, сложности с этим. Так, не знаю. Ну, а не да. Ну, а вот запрещено. Ее. 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 Продолжение следует... 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 К 100 минчику удается вывести цель из обновесия, но если это происходит, там ДПС сильно подрастает. Как я, наверное, на своем мана билде, я это очень остро чувствую. Что мы имеем здесь? Вот поэтому, кстати, я и выбрал морд именно магический, потому что нам не очень хватает маны для прожатия и дорожки, и, соответственно, гонки со временем. Но этот скилл все компенсирует, мана у нас становится более чем достаточно. Вот, и связка примерно такая. То есть мы пробафаем на второй панели его, дебаф и дорожку. Переходим на первую панель, здесь, в принципе, все стандартно. Тоже два ударника, гонка со временем, получение силы крита, также доп активации нашего сета. Вот, и каждые, там, пять лайт атак запускаем арбалет. Ну и, соответственно, дуб прожимаем. Здесь мы, опять же, привязаны к банкам, потому что у нас нет активации великой жестокости, 20% к дамагу. Но именно такая сборка, да, она будет многих шокировать, скажем, что за фигня лучше, чем, да еще и способом, да еще и не помечу. Но, на самом деле, она самая эффективная, по моим показателям, с ней можно выдать максимальный ДПС. Здесь мне удавалось выдавать порядка 37, даже на ПТС. Вот, сейчас я попробую что-нибудь похожее выдать, но здесь, говорю, сильно пингозависимая пинга, поэтому будем стараться результат такой показывать. На лайфе это будут цифры выше 40, я думаю, потому что здесь надо делать погрешность, я думаю, от 10 до 20% мы теряем дамаги из-за пинга. Вот, примерно так себе это выглядит. Опять же, это на свободный скилл, на случай вот тень, можно менять на что-то более полезное, если найдете, чем ее заменить. Потому что лишнее прожатие на второй панели, потеря времени, лично мне не заходит, я его не прожимаю, он просто мне так для кучки стоит и так далее. То есть, все остальное, в принципе, используется. Так, ротация выглядит примерно следующим образом. Опять же, здесь мы пробавируемся, даем дорожку там и так далее и поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот у нас получились в принципе цифры, здесь уже на 2000 больше, чем там. Максимальный урон от обычной атаки 33 тысячи, кричит 2 процента, в принципе это неплохой результат, вообще там в принципе неплохая ситуация. Вот, на котором есть у нас вооружение великвина, наш сет, идет неплохо, он не критует, но не суть. В общем вот цифры посмотрите. Данная связка на лайфе будет работать идеально, я думаю тут реально там 42 тысяч можно выдавать именно в такой сборке. Мне она нравится больше всего, потому что на самом деле это очень круто, активация удобна, сет активируется как из способов, так и с гонки со временем, все очень комфортно, маны хватает, прям ее гипер как видели. Раньше я пользовался пробовал без этого скилла, маны не хватало на дорожку плюс гонку, вот вообще не хватало. С этим скиллом все меняется в лучшую сторону, прям прекрасно. По крайней мере на лайфе я себе хочу вот такой собрать, мне кажется эта связка она очень интересная, но по крайней мере будет ломать мозг людям. По мне так, опять же говорю, имейте ввиду это ПТС, на нем цифры несколько отличаются. Плюс, если у вас будет даже чуть дополнительный дебаф от танка еще на 3000 пробития, цифры ваши будут только расти. На манекенах, если в реале, я думаю там цифры тоже будут. Да, не 100 тысяч конечно, 100 тысяч такой лучнику не выдать, просто на луке. Вот, но что-то дает. Вот, поэтому я надеюсь это вам все понравилось. Здесь вроде ничего не забыл, ну ладно еще буду добавлять. Желаю успехов, всем спасибо. Мальчики рулят, да?